Сегодня у нас специальный день, потому что мне прислали сейчас на разбор не планировку И я думаю, что мы введем какой-то новый такой вариант Мы будем разбирать не только планировки, но и маркетинговые инструменты Будем разбирать ваши тексты В общем, любую работу, которая касается либо редактуры То есть я уже более-менее по редактуре, либо по рекламе Могу проконсультировать либо по планировкам, по дизайну интерьеров И по сочетанию, оформлению стилей Также иногда по взаимоотношению с клиентами В общем, у меня достаточно большой спектр работ, спектр возможностей, которые у нас есть Поэтому мы с вами сейчас посмотрим максимально детально Я вам покажу, расскажу, на что обращать внимание Если наша задача не просто что-то даже сделать И даже не создать рекламу, а может быть даже пройти тестовые задания Ну, начну, наверное, с истории Ко мне обратилась девушка, с которой мы работаем Девушка-начинающий редактор Это тот человек, который пишет тексты, как рекламные, так и просто материалы статьи для разных издательств И она хочет устроиться на стажировку, пройти стажировку в компанию «Сделаем» То есть это такая компания, которая устраивает тестовые задания Сейчас мы разберем тестовые задания, которые на самом деле будут характерны И в котором мы увидим некоторые вещи, которые нужно знать для того, чтобы составить правильный продающий текст Это будет не только полезно для конкретной девушки, Полины, но и в целом для всех, кто планирует развивать свою компанию через рекламу Потому что все, что мы будем делать, оно будет заточено на том, как люди мыслят И реклама, по сути, это привлечение внимания, это описание продукта, это донесение смысла, вызывание доверия и дальше уже сбор контактов Вот как это работает, мы сейчас об этом поговорим Я кратенько прочитал все, что было и сейчас просто дам какие-то свои комментарии Но чтобы вы были в контексте, мы сейчас посмотрим основное задание и потом разберем его детально Да, это видео будет не то что развлекательное, оно будет, наверное, рабочим, учебным Потому что развлекательного контента достаточно много Я хочу дать вам некую пользу, некую суть Потому что только из этой пользы, из этой сути вы сможете что-то узнать, что-то применить к своей работе и добиться результатов А если вы добьетесь результатов, то вы поймете, что время пройдено не зря Так, ну что, поехали, задание Сделаем, часто приходится писать продуктовые тексты Делать почти никто не умеет, с этим я абсолютно согласен У ребят здесь такая же боль, в принципе, как и у меня Поэтому мы просим в качестве тестового задания написать текст о продукте Вот, кстати, вообще необычная вещь, то есть человек не умеет, люди не умеют И сразу же просим написать То есть, скорее всего, как раз-таки, я даже, кстати, не знаю, зачем так просится Я бы, наверное, на месте ребят сначала бы научил, как надо писать А потом бы принимал заявки Ну, то есть, может быть так Может быть, здесь смысл идет как раз в том, что посмотреть вообще, кто как мыслит Не то, чтобы получить правильный ответ, а посмотреть, кто как мыслит Представьте, значит, с заданием мы идем Что у вас заказал рекламный текст онлайн-магазин, в котором продают диски и шины Этот магазин хочет привлечь внимание к производителю дисков Alcar Аналогу разных брендовых дисков, но по более доступной цене Окей, кто интересуется автомобилями, тот, наверное, понимает, в чем дело И, возможно, это будет вам более понятно Я в этой теме не сильно разбираюсь, но, как могу, соответственно, попытаюсь сейчас прокомментировать Я буду только фантазировать Если что-то не так, то обязательно поправьте меня Вместе с редактором выбрали такую идею текста Тут стоит поговорить, что, как и в дизайне интерьеров, в редактуре есть своя иерархия Есть главный редактор, который говорит, что нужно, который утверждает тему Есть дальше редактор, который пишет Есть там копирайтер, наверное, который пишет То есть есть своя и структура То есть на данный момент выбрали с редактором Это то, что нужно делать И дальше уже пишет основной человек Окей, диски Alcar не хуже европейских премиальных, а цена приятнее Кстати, вот это вот то, что обведено, это очень полезная штука Это то, итог технического задания То, что нам ставит заказчик В данном случае эта компания сделаем для копирайтера Который будет это писать для того, чтобы посмотреть, собственно, его навыки Окей, оригинальные диски от производителя отталкивают покупателей своей высокой ценой Многие не знают, что такое диски С труднопроизводительным названием Я тоже не могу его произнести Но, тем не менее, они в полтора, а то и в два раза дешевле И при этом не хуже Перечислим их преимущества Имеют первый европейский стандарт качества какой-то TUF Производится в Европе преимущественно на заводе Германии Найти еще парочку плюсов Ну, то есть это предлагают найти парочку плюсов Окей, можно, кстати, так делать Но тут надо изучать Хочу сразу отметить одну деталь Она очень важная Заключается в том, что Если вы как заказчик Чем больше вы позволяете человеку думать То есть в качестве тестового задания это, конечно, хорошо Но так вот вообще в целом Чем больше вы даете возможности думать человеку Тем проблемнее вам будет найти этого специалиста И тем сложнее ему будет научить одновременно И думать, делать исследования И мыслить как редактор И одновременно уметь писать Уметь знать психологию То есть это такой супер человек Каждому человеку естественно стремиться к этому стоит Но когда мы берем на работу Я бы все-таки точно формулировал техническое задание Потому что точно сформулировав техническое задание Ты можешь взять менее квалифицированного человека И дальше уже поставить ему задачу И дальше уже он будет работать То есть он будет узко специализирован Очень редко бывает, когда в одном человеке сочетается много всего Только у руководителей студии У собственников, у тех фрилансеров Которые уже метят на более высокооплачиваемые позиции То есть стажерам как бы смысла в этом не идти Но допустим здесь у нас идет техническое задание Вернее тестовое задание Поэтому ничего страшного в этом нет И мы в этом тестовом задании Как раз таки сейчас будем смотреть Как появляются таланты на данный момент Нашего человека, который претендует Окей, напишите текст придумать 3 статьи в заголовке И 3 версии заголовной иллюстрации для этого текста Чтобы захотелось кликнуть на анонс в ленте сетей или Яндекс.Дена Еще одна важная вещь Что заголовок это вообще отдельная история То есть придумывание заголовка обычно вообще отдельно выносится Это ни в коем случае не тот человек, который пишет текст То есть есть техник, который пишет текст Есть человек продающий, то есть креативчик Который делает заголовки Это ни один ни в коем случае человек Но опять же сошлемся на техническое задание Может быть здесь на тестовое хотят посмотреть, как человек мыслит и на какую позицию его назначить Давайте, окей, так Заголовки Почему стоит обратить внимание на диски All Car Диски All Car, как европейские, премиальные, только дешевле Крепкие и надежные немецкие диски по приятной цене То есть это вот как бы основные вещи Окей Иллюстрации Почему стоит обратить внимание на диски All Car Я вот, кстати, не знаю, это уже кто идет А, это, наверное, уже задание идет Окей, почему стоит... Хорошо Это уже пошел результат работы нашего человека, Полина, которая сделала работу Давайте посмотрим Почему стоит обратить внимание на диски All Car Ну как бы, а почему? То есть это любопытство Здесь использован триггер любопытства Я сейчас, кстати, везде буду показывать и рассказывать, как триггер используется в рекламе, в продаже На самом деле здесь во всех заголовках Что такое заголовок? Заголовок нужно всегда формулировать в формате идеального результата для клиента То есть любопытство является идеальным результатом удовлетворения любопытства клиента Ну, может быть, да, если он уже нацелен на выбор дисков А может быть и нет, да, если он вообще не знает вот таких дисков All Car Он вообще не понимает, что это такое Для него это набор звуков Ему более ценно купить диски по максимальной скидке, да, с минимальной стоимостью, максимального качества То есть вот это вот нужно донести, вот эту смысл Скорее всего здесь имеет смысл провести заголовок, в принципе, как и любой В формате идеальном для того, чтобы... для человека То есть какой его идеальный результат? Я хочу купить диски максимального качества по минимальной цене Я бы так конкретно и написал Что диски All Car дешевле импортных немецких дисков Из такого же качества, из такой же стали, но дешевле в два раза Узнай, почему так То есть вот уже любопытство получается, почему, да И одновременно есть какой-то факт, который мы добавили Это уже становится интересно Или узнайте, как нашему заводу это удается делать, например Тоже интересно И там уже можно, значит, показать, почему так получается Диски All Car, это второй заголовок Как европейский премиальный, только дешевле Ну, в принципе, да, вот он как бы есть Вот почему стоит обратить внимание Ну, как бы любопытство, да, окей Если человек уже заинтересован Если человек не знает, что это такое Не знает, что такое All Car и диск ему еще Непонятно, нужно или не нужно То мне это не подойдет Крепкие и надежные немецкие диски По приятной цене Приятное это прилагательное, которое не сильно нужно Лучше писать конкретно Что 4 диска за 500 евро, например Ну, опять же, я не знаю, это много или мало Это хорошо или плохо То есть какую-то конкретику Окей, здесь, опять же, это игра слов Я сейчас просто мысли пытаюсь донести И если это сделать правильно То примерно такие заголовки могут работать Давайте еще раз 4 основные вещи озвучим Значит, что это за вещи Давайте я нарисую Я вообще обычно рисую это в таком формате Если вы это запомните для себя То это будет понятно и приятно Первое – это доллары Что такое доллары? Это прагматические ожидания Это либо возможности, желания заработать Либо сэкономить То есть это то, что человек хочет в любом случае В данном случае у нас сэкономия работает Второе – это эмоции Все, что касается эмоционального состояния человека Когда у него повышается настроение Либо наоборот депрессия какая-то идет То есть мы хотим, чтобы настроение повышалось И не хотим, чтобы оно понижалось В данном случае у нас будет положительная эмоция От того, что я как раз-таки сэкономил деньги И еще дополнительно у нас будет интересный дизайн То есть я нарисую этот диск Там какой-то клевый дизайн Можно еще, кстати, привязаться к тому, что положительный Что дизайн точно такой же, например Или дизайн даже лучше Почему лучше привезти какую-нибудь марку Что мы, допустим, выиграли какой-то конкурс Знак восклицательный То есть дизайн этих дисков Достоин награды такого-то конкурса И звездочку дать, что диски не хуже То есть это не какие-то колхозные диски Которые там в гараже сделали А диски точно такие же Просто без шильдика бренда И вот это будет тоже клево Кстати, можно и так То удовольствие будет ровно столько же А может быть даже еще и ограничение Дать, что эти диски какой-то limited edition И тогда можно даже продавать дороже бренда В принципе, да, как предложение В общем, вторая часть Это все, что касается эмоций Я сейчас рисую такую структуру Я ее раньше не нарисовал Поэтому видели немножко Ну, то, что я показывал Рассказывал по заголовкам Оно... Ну, то есть я как бы креативил на ходу Но на самом деле это все проектируется Проектируется именно через Вот эти четыре основные смысла Поэтому, значит, пагматические вещи Эмоциональные вещи Сообщество Сообщество у нас... Ну, я вот так рисую Почему так? Один, два, три Потому что это желание быть лучше на фоне других И желание сравнивать себя с другими Либо желание причастности некое, да? Которое подразумевает некую группу Да? То есть, ну, самое лучшее это вот Один, два, три Вот это соревнования, да? Допустим То есть соревнования Какое-то тщеславие Что у меня лучше, чем у соседа Сравнение себя с кем-то Либо, наоборот Общность к какой-то группе Что я принадлежу этому сообществу С этой группой Соответственно, что в качестве дисков тут будет? Примерно следующее Что у меня диски Уникальные, можно сказать Что диски как бы не как у всех Потому что на все автомобили, допустим Премиальные ставят одинаковые диски А тут ты выделяешься И здесь, наверное, вот еще То есть, если мы идем Помните, у нас была тема Что мы от шильдика, наоборот, отходим Если мы от шильдика хотим отойти То мы, наоборот, не говорим Что, то есть, условно Наши диски без логотипа То есть, вот такая тема бы пошла И в данном случае Я вот не знаю Как там с логотипом Или без у этой компании Но я бы, наверное, шел Может быть, в том числе от этого То есть, если компания у нас Как бы не сильно известная То пусть логотип будет не яркий Для людей, которые любят функционал Конкретно без лого И есть сообщество таких людей Которые так любят Ну, я, допустим Я не люблю никогда логотип Я никогда в жизни себе не куплю майку Где там написано логотип Ну, просто принципиально не куплю Я не буду носить чужой бренд Зачем мне это надо Вот, соответственно Так же и здесь Да Это есть сообщество людей Которым это не нужно Но которые хотят качественные вещи И ценят Вот, так же Если у нас есть награды Да, признание экспертов То это признание тоже Является там ценным Да, в какой-то среде Соответственно Это можно как-то использовать сейчас И последнее Это безопасность Что такое безопасность Человек всегда хочет И стремиться к безопасности Это является одним из самых важных Для него вещей Вот, один из четырех Вот, поэтому Что здесь будет в плане дисков Скорее всего Это будет работа с тем Что сделано точно так же Как премиальные А премиальные проходят По такой-то дисциплине И наши диски тоже прошли К дисциплине То есть какая-то грамота должна быть Вот, зачем мы это делаем Все, вот у нас обычная Простая схема По которой мы можем Разложить любую практически позицию В чем сложность заключается Вроде бы казалось Очень просто Почему так другие не делают Но потому что Сложность как раз заключается В том, что начать это креативить То есть сложность В чем заключается Описать вот эту тему Я же сейчас гадаю То есть я сейчас Не являюсь экспертом Автоэкспертом Не являюсь экспертом в дисках Вообще не понимаю Что там за диски У меня на машине стоят на двух Какие-то диски Ну диски и диски Ну красивые и красивые Вот, соответственно Я не понимаю Я не в теме А сложность основная И наоборот Основной кайф Когда копирайтер изучает аудиторию И не придумывает Как я сейчас А точно И детально раскладывает Поэтому В этом-то плюс У какой-то узкой ниши Что вы знаете Об аудитории все Вы точно знаете О автопроизводителях все Вы точно знаете все Об этих дисках Вы можете соответственно Соединить вот эти вещи То, что я рассказываю Вполне квалифицированно Вот то, что я сейчас рассказывал Это может быть правда А может быть и нет То есть может быть Там люди совсем по-другому мыслят Но в любом случае Вот эти четыре вещи Один, два, три, четыре Они должны здесь учитываться Для того, чтобы составить Грамотный заголовок И для того, чтобы составить Грамотный текст Надеюсь, это понятно Поэтому идем дальше В общем, с заголовками разобрались Иллюстрация Следующая часть Почему стоит обратить внимание На диски All Car Ну как бы да, окей Но вот какой-то там Шильдик Я бы его замазал, честно говоря И он бы был не нужен Ну ладно, есть и есть Ну диски Какие-то диски Да, нормальные Меня бы напрягло, что вот это То есть я бы либо бренд выбирал Либо без логотипов То есть мне кажется Здесь уже ошибка Как бы дизайнерской части Следующая часть Диски вот как И фреписнут только дешевле Ну как бы Ну да, наверное, окей Значит с заголовками поговорили То есть само по себе Дальше это картинка Да, и хороший Там какой-то красивый автомобиль Да, людей Которые покупают Плюс заголовок, окей Так, вот это я вообще не понял Что это такое Что это за картинка Неясная Вот это вот, наверное, странная То есть вот эти софта Окей А вот эти Ну, наверное, вот это красное Классное Вот это там не очень понятно Ну и шрифт Ну в общем здесь должен работать Не редактор Вот не надо Чтобы редактор работал С графикой Ни в коем случае Графика отдельно Текст отдельно Это все отдельная работа И чтобы нормально Вот это все разместить Это должен быть Не вот такой колхозный Значит Размещение Да, верстка А должно быть нормально Все сделано С точки зрения графического дизайна Поэтому не нужно брать Здесь чужую работу Тем более Вот это же такое Вообще непонятная история Текст Промышленный коммерческий Допустим мы туда кликаем Да И дальше нам нужно Почитать вот тексте Промышленная коммерческая Группа Олкар Крупнейший Веропроизводитель И я тут же начинаю Засыпать Зачем мне знать Вот я кликнул Хочу узнать про диск У меня заголовок про диск И здесь я должен Видеть просто одну вещь То есть если я пришел С мыслью Что есть какие-то диски Которые дешевле И лучше немецких Мне надо это показывать Поэтому текст Мне абсолютно не нужен Это может быть В описании карточки Компании В описании продукта Но не в продажном сообщении Расположение предприятия Олкар Зеленый Справочный информационный центр Вот это Вот прям Очень мне это интересно Зачем мне эта информация Вообще не нужна Пускай Плавные диски Под брендами Такими-то Такими-то Тоже непроизносимые названия Тоже ничего мне это не дает Немецкое качество Качество дисков Проверяется Сертифицируется ТУФ Какой-то там Объединенным техническим надзором Непонятно что это такое Котируется Ну как бы есть и есть Ладно То есть такое же Как и у других производителей Для гарантии Высокой устойчивости Безопасности Диски Происходят различные тесты Тест на изгиб При кручении Ну вот здесь лучше Показывать конкретную Вещу Что значит Изгиб на кручение Что это такое Когда это нужно То есть это когда Боковой удар Например происходит Или что тогда То есть ну прям Показать в жизни Как это происходит Тест на качение Что это такое за тест Ну то есть непонятно Набор каких-то тестов Да я могу сказать Тест от гриппа Тест от коронавируса Тест от Не знаю Аппенденцита Тест от еще Каких-нибудь вещей Как бы и чего Ну то есть Что за тест Зачем мне это надо То есть мне нужно понять К чему это ведет Что за синдром И значит Когда это мне понадобится Поэтому лучше Писать не название теста А в каких случаях Это будет полезно Качественные сплавы И современные технологии Производство обеспечивает Ну как понять Что такое качественное Это оценочная история Что за качественные сплавы Сплав из никель Какого-нибудь марганца Или что там у них Современные технологии Что такое современная технология Непонятная история Абсолютно штамп Непонятный Прочный диск Позволяет им выдерживать Большие нагрузки И не гнуться Имея при этом небольшой вес Здесь просто И тупо можно написать Что материалы Короче льется все С одного завода Европейское производство А ну вот оно и есть Производится веро Преимущественно Завод Германии Тут какой-то диск идет Что это за диск Это какая-то штамповка идет То есть это не элитарный диск Который был на картинке Это какая-то штамповка Которая штампуется где-то То есть это вообще не то Даже я вот не разбирающийся В этой теме Тоже это понимаю Возможность абзаца убрать Какая-то информировка Более подобной информации Не нашла Ну не нашла И не надо конечно Но и убрать не хочется Качество вроде как Главное преимущество Качество не может быть Главным преимуществом Потому что качество Делает вывод О качестве человек сам А это не может быть Преимуществом Никогда в жизни Из видеопроцесса Производства Да буду я кликать Система контроля Давления в шинах Директивы контроля какой-то Окей в шинах есть Но я так понял Эти контролирующие Шинные вещи Должны быть и так у всех Датчик ТМС Широкий выбор Выпускает диски Такие-то Ага вот кстати и диски Но вот это вот Хорошая фотка Вот это надо было наверх Вот диски Да какие-то И окей Можно ли мне купить Заглушки Которые не дадут мне Вот эти Блямбочки Не хотел бы я их Видеть честно говоря Различные модели Цена диски Такие-то В полтора раза дешевле Чем оригинальные диски Но я понимаю Что это мое Какой-то мой личный бзик Какое-то мое личное желание Если мы все-таки Делаем заказ для магазина То делаем Значит Упор на этом То есть у меня была гипотеза Что человек не хочет Никаких брендов Здесь все-таки бренд присутствует Но бренд менее раскрученный Вот Но в этом случае Говорили в заголовке Да то что мы креативили Оно наверное отпадет Опять же я не готовился С этой темой То есть вот так оно происходит Если мы в дальнейшем Видим продукты Видим что Это не подходит Значит мы откидываем Эту гипотезу Ничего страшного в этом нет Здесь надо помыслить И сделать так как надо Так в полтора Так в полтора или в два Непонятно дешевле От производителей Вот Это какой-то диск Какой-то Silver 48 тысяч рублей Ничего себе А это какой А вот BMW Да кстати Но если вот вы здесь BMW делаете То и там значит Не надо Скидывать эту тему Что вроде как Какой-то Ноунейм Производитель Так и пишите Дешевле чем BMW в два раза Или сколько там Ну да В два раза 18 или 18 Такое же Ну окей А сделано На том же заводе Ну вот на самом деле Надо так Вот это основная тема Это надо показывать Это наш диск Это BMW И кстати Смотрите Тут он без машины А тут с машиной То есть Здесь как-то веселее Смотрится И вот уже Шильдик BMW Это уже сам по себе Бренд раскрученный Вот здесь он Вызывает уважение А вот это какой-то Дизинт Он честно говоря Кажется китайским диском Ну мне Это вот у меня Такое возражение Соответственно Ну как-то его надо Скрыть это возражение Как это скрывается Объясняя Да что Завод один и тот же То есть тогда Что можно сделать Скорее всего Вот Хороший Вот на самом деле Вот с этого надо было Начинать все остальное Больше ничего не нужно было давать Мы говорим Вот примерно следующее То есть сравните Давайте так пишем Сравните Значит диск один Диск два И оба эти диска Штампуются Там условно На одном заводе Одинаковая штамповка Или вот два завода делаем И они совершенно одинаковые Что вот этот Да что вот этот Они визуально абсолютно одинаковые И дальше мы допустим Делаем Здесь вот один и два Здесь два Здесь один И спецификация Раз, два, три, четыре, пять Тут пишем спецификация Этих дисков Что они абсолютно одинаковые Здесь первая там Первая тема Сплав Там никель, марганес Или какой-то еще Второе Время службы Два года Или здесь допустим Три года А здесь один год Ну то есть конкретное что-то На что-то выходить Дальше там третье И прям сравниваем По каким-то характеристикам Мы берем тупо два диска И в конце Такая тема Типа цена Цена Здесь 50 тысяч А тут 100 тысяч Да или сколько там оно 90 80 и 40 Вот и все И человек Не нужно ничего объяснять Человек сам понимает Что все одно и то же Завод один и тот же Штампуется Выглядят ну примерно одинаково Тут какое-то лого И тут плог Какое-то лого Я бы на месте интернет-магазина Придумал бы какие-то темы Чтобы еще вот эту вот тему Закрашивать Просто продавать еще Покрышки кто не хочет С логотипом ходить И все Дальше человек сам делает вывод В принципе все Вот это нормальная история Поэтому если мы сравниваем Две какие-то вещи То сравнение у нас должно быть Конкретное Вот слева у нас одна часть Справа другая И таблица Вот типа Сделай выводы сам То есть только человек Когда сам делает выводы Они смотрят рекламные сообщения Он убеждается Что действительно все нормально И убеждается уже сам То есть нам не нужно говорить Что типа Посмотри как все красиво Он сам это понимает Никаких проблем тут нет Двигаемся дальше То есть вот с этого Я бы наверное начинал Да Дальше Завод Alcar в Германии Завод BMW в Германии Но они должны быть одинаковые То есть я понял Что тут вот этот совет был применен Что вот два завода Но они должны быть одинаковые Абсолютно Что и на первом и на втором заводе Одинаковые машины Одинаковые сплавы Одинаковые роботы Одинаковые люди Одинаковая частота Все абсолютно одинаковые То зачем тогда платить больше Если все одинаковое Аналоги Бренды находятся примерно В таком же ценовом сегменте Похоже по качеству Но тут уже какая-то сложная история На самом деле больше ничего не нужно Больше вообще ничего не нужно Нужно показать Если мы продаем идею Что это то же самое Но по меньшей цене Надо делать сравнение В принципе это не надо Самый прикол здесь Самый-самый Чтобы было понятно Что не надо ничего тут писать вообще То есть писанина не нужна Надо сделать диск 1, диск 2 Что завод И соединение Сравнение Все в принципе Человек сам делает вывод А дальше мы После этого Вот что еще важно делать После того как мы сравнили Все эти вещи Дальше нам нужно приземлить Человека на магазин Но чтобы разобрать То есть всего наименование дисков Там 10 тысяч Но чтобы в этом разобраться Есть у нас эксперты Поэтому оставляйте заявку Мы подберем По такому же дизайну То есть можно по дизайну подобрать Можно подобрать по автомобилю По еще чему-то Связывайте с нашим экспертом Связывайтесь И мы подберем вам Абсолютно аналогичные Диски Которые вы хотите Под ваш автомобиль С таким же Сплавом С того же завода Но дешевле в 2 раза Поэтому окей Но что еще тут хочется отметить Это еще не все Как говорится Плохой или в хорошей рекламе Что здесь мы сравним не столько диски То есть мы здесь боремся То есть вообще все Что мы сейчас обсудили На самом деле Это борьба с метрными мельницами Мы боремся сейчас С тем По сути создаем спрос Боремся со стереотипом Что диски такие же На самом деле это первая часть нашей работы Дальше возникает вопрос Окей Я выбрал вот этот диск Но я С чем мы конкурируем Я вот выбираю Вбиваю вот этот вот диск В Яндекс.Маркете И иду покупать Не в компанию В нашу Которая рекламируется А иду покупать В компанию Которая дает дешевле цену И на самом деле Самая борьба И самая качественная И самая полезная информация Будет объяснить Почему клиенту покупать Именно здесь Тут сервис будет Еще какие-то дополнительные гарантии Переобувка Еще что-то Этого здесь вообще нет А должно быть Потому что это самое важное тут То есть первая тема Надо понимать Надо в 2 захода То есть первая тема Мы продаем мысль Что диск номер 1 Это правильная история И дальше диск номер 2 Правильная история Но в 2 раза дороже И второе Когда человек Окей Убедили беру Но он идет в Яндекс.Метрику А не к вам В Яндекс.Маркет Вот И это проблема на самом деле И чтобы эту проблему решить Нужно знать как это делать Как плавно перевести человека читающего Просто так что он почитал у вас статью Это не значит что он пойдет к вам купит И мастерство заключается в том Чтобы заранее Дав ему почитать статью В дальнейшем привести его К нам на сайт И уже заключить сделку Как это сделать Это отдельная история Если разбор был интересен Пишите свое мнение Пишите свои комментарии Согласны вы ли Со мной не согласны Какие у вас Предложения по этой теме Если разбор вам понравился То присылайте свои Маркетинговые материалы Можно присылать сайты Можно присылать тексты Можно присылать брошюры Рекламную информацию И я постараюсь тоже Откомментировать Будем давать время от времени Такие разборы Ну а если вы хотите научиться Мыслить как я То есть это редакторская история Плюс психология Плюс продажи Если вы хотите научиться Рекламировать свой продукт Самостоятельно Потому что кроме вас Если вы собственник Либо если вы занимаетесь продажами Кроме вас Никто не знает Вашу продукцию лучше чем вы Плюс у вас есть Личная харизма Плюс у вас есть В любом случае Личный бренд Некий Вы можете это все развить И с этим работать С этим взлетать Это одна из причин Почему будут покупать у вас Чтобы это все сделать Есть стратегии Есть технологии Которые мы детально Проходим Вместе со мной Если у кого-то есть желание Я не буду сейчас продавать Кому нужно будет Найдете Посмотрите Напишите мне в директ Найдите мне в инстаграме И мы пообщаемся с вами Как вы сможете Приобрести такой навык Ну а всем остальным Спасибо за то Что были с нами Присылайте Ваши работы на разбор И самые интересные Либо самые первые Либо самые лучшие Либо самые худшие Мы будем разбирать И я буду делиться С вами своими мыслями Как я мыслю Для того чтобы Работать В этом направлении Для того чтобы уметь Качественно Описывать продукты И создавать В том числе Рекламные материалы Делитесь этим видео С друзьями На этом сегодня все С вами был Станислав Орехов До новых встреч